Всем привет, вы на канале Даша Техника, меня зовут Даша и сегодня я вам расскажу про снаряды с урановым сердечником. И в новостях очень много информации по поводу поставок этих снарядов на территорию Украины. И сейчас мне хочется разобраться, насколько это опасно и что нас ждет в будущем. Итак, слушаем. 20 марта 2023 года сайт парламента Великобритании опубликовал заявление заместителя главы оборонного ведомства Аннабель Голди, анонсировавшей передачу представителям вооруженных сил Украины боеприпасов, содержащих объединенный уран. Отметив при этом их высокую эффективность при поражении брони современных танков. Передача этих неоднозначных снарядов ФСУ состоялась в момент получения киевскими властями обещанной Лондоном роты основных боевых танков «Челленджер-2». Объединенным ураном специалисты называют продукт, полученный в процессе обогащения природного урана, то есть в ходе производства ядерного топлива. Он практически полностью на 99% состоит из нерасщепляемого и существенно менее радиоактивного, нежели обыкновенная урановая руда из отопа Уран-238. А его ключевой характеристикой следует считать плотность, не менее чем на 67% превышающую аналогичный параметр свинца – традиционного материала для изготовления боеприпасов. В качестве одной из причин, заставившей британские власти вспомнить о боеприпасах с сердечником из объединенного урана, специалисты позиционируют оснащение танка «Челленджер-2» нарезным артиллерийским орудием. Его потенциальные возможности в плане пробиваемости броневой защиты современных танков немного скромнее, нежели у моделей с глоткоспольной пушкой. А использование снарядов с сердечником из объединенного урана за счет более высокой удельной массы не менее чем на 20% повышает этот показатель в сравнении с аналогами, имеющие вольфрамовые сердечники. Но сначала немного истории. Особый интерес к снарядам с сердечником из объединенного урана наблюдался в 50-60-е годы прошлого века. Именно тогда ребром встал вопрос о повышении уровня бронепробиваемости танковых боеприпасов. И стартовала программа, включающая комплекс экспериментов по тестированию сердечников, изготовленных из разных металлов и сплавов, отличающихся высоким показателем плотности. А для справки, в тот период подавляющее большинство снарядов этого типа имели сердечники из карбидовольфрама. Однако, появившаяся в конце 60-х годов многослойная броневая защита танков существенно снизила показатель эффективности применения вольфрамовых боеприпасов. Недостаточная прочность снаряда стала ключевой проблемой. Он разрушался, не успевая проникнуть сквозь толщину брони. Именно эта проблема стала своего рода триггером проекта по разработке новых материалов, сплавов, способных эффективно поражать любые даже сильно бронированные объекты и цели. В результате работы с карбидом вольфрамом были приостановлены, и все внимание заокеанских оружейников обратилось на разработку первого в истории урано-титанового выстрела, тестирование которого продемонстрировало минимальную потерю снарядом кинетической энергии в сочетании с способностью без применения дополнительного взрывчатого вещества пробивать достаточно серьезную броню. Главными мишенями, для которых разрабатывался снаряд с сердечником из обеденного урана, должны были стать танки, входившие в группу советских войск в Европе. Аналитики Североатлантического альянса предполагали, что всего несколько танковых дивизий, вооруженных американскими М1 Абрамс, в состоянии остановить прорыв советских танковых клиньев. А старт боевого применения первых 120-мм снарядов из обеденного урана датируется 1991 годом, и состоялся он в рамках операции «Буря в пустыне», проведенной Международной коалицией ООН под предводительством США против Ирака. Как заявляли тогда разработчики, эти снаряды должны были стать примером увеличенной пробивной способности и точности удара. Позднее полигоном для их использования стали территории Югославии, еще раз Ирака и Афганистана. И ключевыми выводами, извлеченными из опыта этих компаний, следует считать повышенную эффективность снарядов с обедненным ураном в сравнении с традиционными боеприпасами, сокращение не менее в чем два раза количества снарядов, необходимых для поражения обычных целей, и рост критического урона, нанесенного бронетехники противника. А что же касается персонализации основных боевых танков НАТО относительно использования боеприпасов с сердечником из обедненного урана, то если судить по военной кампании коллективного Запада в Ираке, первое место в рейтинге бесспорно принадлежит американскому М1 Абрамс. Следом за ними идут принимавшие активное участие в подвижных группах французские тяжелые бронеавтомобили АМХ-10РС и немецкие танки «Леопард» различных модификаций. Более подробно об этих машинах вы можете увидеть в моем отдельном видео на моем канале. Еще в процессе разработки танка М1 Абрамс конструкторы столкнулись с проблемой увеличения определяющей для любого танкового боеприпаса характеристики пробиваемости брони, и в 1979 году на испытание был представлен снаряд с сердечником из обедненного урана. Урановые сердечники на дальности до 2 км уверенно пробивали гомогенную броню толщиной до 500 мм. В то время такого потенциала было достаточно для эффективной борьбы с самыми современными танками противника. В результате проекта по модернизации основного боевого танка армии США Абрамс на версии М1А1 105-мм орудие было заменено более мощной 120-мм пушкой, специально для которой разработали бронебойный оперенный подкалиберный снаряд нового поколения, отличающийся повышенными значениями эксплуатационных характеристик. Начальная скорость снаряда составляла более 6000 км в час, что обеспечивало пробиваемость брони толщиной 540 мм с дистанции до 2 км. Предназначенная для поражения танков, оснащенных комплексами динамической защиты, модификация бронебойного оперенного подкалиберного боеприпаса М829А3 появилась лишь в начале 21 века. Для решения этой задачи был использован сердечник композитного типа, состоявший из стального лидирующего элемента и урановой основы, что естественно отразилось на его массе – порядка 10 кг, бронепробиваемости в 700 мм и эффективности дальности поражения в 2 км. В качестве итогов внедрения этого вида боеприпасов специалисты позиционируют получение Пентагоном возможности комплексного решения нескольких технических задач, такие как достижение выгодного соотношения скорости и массогабаритных характеристик снаряда, которые благоприятно сказываются на боевом потенциале танка «Абрамс», стабильный рост бронепробиваемости и обеспечение быстрого перехода на орудия калибром 120 мм. Примерно одновременно с американцами сразу несколько стран заинтересовались проектом создания боеприпасов сердечником из обедненного урана. Однако потенциальное развитие таких работ наблюдалось лишь в СССР, а затем в России. Несколько моделей таких снарядов уже стоят на вооружении Вооруженных Сил Российской Федерации. И кроме того, представители оборонно-промышленного комплекса России не раз сообщали о работах над новыми модификациями таких боеприпасов. И так, в 1982 году на вооружении танковых частей Советской Армии поступили снаряды 3БМ-29, а также 125-мм снаряд «Натфильдово» для пушки. Его стальная активная часть имела сердечник, изготовленный из уранового сплава, пробивающий 470-мм броню с расстояния в 2 км. А тремя годами позже войскам был представлен монолитный урановый боеприпас 3БМ-32 «Вант» с поражающим элементом, способным пробивать броню толщиной в 560 мм. А уже российский бронебойный снаряд 3БМ-46 «Свинец», принятый на вооружение в начале 90-х, стал дальнейшим развитием этих конструктивных решений, а его удлиненный сердечник получил способность успешно пробивать 650-мм броню. Говоря о разработке абсолютно новых поколений бронебойных снарядов, для орудий российских танков следует рассмотреть снаряд И-3БМ-59 «Свинец-1». И в подавляющем большинстве источников его бронепробивающая способность указывается около 700 мм с дистанцией в 2 км, что вполне соответствует лучшим мировым аналогам. А также новейшие танковые боеприпасы повышенной мощности из категории бронебойных оперенных подкальберных снарядов, экспериментальный образец «Манга-М» и выстрел «Свинец-2». Новые 125-мм снаряды разработаны для глазглазвоенной танковой пушки «Д-81» и способны уничтожать хорошо защищенные цели. Танки, включая образцы, обладающие усиленной динамической защитой, и самоходные артиллерийские установки, а также поражать амбразуры бетонных укреплений. Таким образом, советская, а позже российская оборонка на основе своего и, конечно же, чужого опыта сумели создать эффективную линейку бронебойных снарядов сердечником из объединенного урана. И они стали прекрасным дополнением к давно использовавшимся вольфрамовым снарядам, вытеснить которые из обращения, однако, не смогли. И поэтому боекомплект современного российского танка включает различные модели боеприпасов с радикально отличающимися эксплуатационными характеристиками. И что мы имеем в итоге? Ряд важных выводов, обеспечивающих бронебойным снарядом с урановым сердечником легитимное и весьма серьезное присутствие в боекомплекте основных боевых танков стран-участниц НАТО и Российской Федерации. И вывод первый. Сердечник из объединенного урана обладает целым комплексом значительных преимуществ в сравнении с аналогами из стали или вольфрама. Несмотря на несущественный прогрош в плотности, этот материал показывает большую эффективность в плане пробития броневой защиты. Кроме того, частицы объединенного урана после проникновения в заброневое пространство и контакта с воздухом самовзгораются, превращая этот боеприпас в бронебойно-зажигательный. И вывод второй. Поняв преимущество бронебойных оперенных подкалиберных снарядов, Пентагон предпочел отказаться от альтернативных материалов и конструкций. Вместе с тем его союзники по НАТО продолжают широко использовать не только произведенные за океаном урановые боеприпасы, но и твердосплавные боеприпасы собственного производства. Россия же в состоянии обеспечить свои вооруженные силы боеприпасами самостоятельно. И вывод третий. Объединенный уран прочно занял свое место в линейке бронебойных боеприпасов и, скорее всего, сохранит его и в ближайшей и в среднесрочной перспективе. Поскольку предпосылок для изменения создавшейся ситуации в настоящее время не наблюдается. И мало того, перед процессом развития танковых боеприпасов открываются самые широкие горизонты. И, наконец, вывод четвертый. Вальфрам, сплавы которого способны составить конкуренцию обе материал не только редкий, но и очень дорогой. А потому производство урановых снарядов будет продолжаться до тех пор, пока ему не будет найдена полноценная и немаловажная наиболее дешевая замена. Однако вернемся к ответу на главный вопрос. Для чего же сердечник боеприпаса изготавливают из урана? И насколько опасно это техническое решение для жизни и здоровья человека? Очевидно, что благодаря определенным физическим свойствам урана, изготовленный из его объединенной версии сердечник, легче пробивает броневую защиту бронетехники. А после выхода такого снаряда из канала ствола он освобождается от ненужной оболочки и превращается в своеобразную тонкую и достаточно твердую стрелу, способную развивать огромную скорость полета и, сталкиваясь с броней, сформировать мощный кинетический удар. И в результате танк или бронетранспортер противника воспламеняется, а дыхательные пути членов его экипажа поражаются выделяемыми при этом испарениями. Даже украинская СМИ УНИАН не в состоянии полностью отрицать губительное воздействие объединенного урана на человеческий организм. УНИАН сообщает, что боеприпасы сердечникам из объединенного урана способны вызывать у экипажа, пораженного таким снарядом, химическую интоксикацию, переходящую в почечную недостаточность, подчеркивая при этом опасность вдыхания или проглатывания объединенного урана. И опуская, правда, невозможность для экипажа пораженной машины избежать вдыхания испарений, образующихся в момент удара сердечника в броню. Однако это не главная опасность боеприпасов этого типа. Результаты исследований, проведенных фондом Global Security, говорят, что массовое использование боеприпасов с сердечниками из объединенного урана предоставляет угрозу жизни и здоровья человека. Несмотря на низкий показатель радиоактивности, период полураспада объединенного урана достаточно продолжителен. А применение его в промышленных объемах, ведь только в ходе операции «Буря в пустыне» армия США применила почти миллион таких боеприпасов. Или, проще говоря, внесло в почву более 200 тонн радиоактивного мусора, очень загрязняет окружающую среду. Добавьте сюда примерно такое же количество снарядов с сердечниками из объединенного урана, использованных североатландическим альянсом и в других конфликтах. И вы получите более 400 тонн ядовитых химикатов, вываленных на мирное население Югославии, Ирака и Афганистана. А в отчете фонда Global Security прямо заявлено, что этот тяжелый металл вызывает отравление почвы, озер, рек и грунтовых вод и неизбежно сказывается и на здоровье растений, животных и, конечно же, людей. И в том же Ираке, большие по площади территории, оказались заражены ионизирующим фоновым излучением. У населения Ирака, попавшего в зону применения боеприпасов с обедненным ураном, наблюдался резкий всплеск онкологических заболеваний. Британская The Independent опубликовала в 2010 году исследование профессора Олстера Криса Басби, сравнившего воздействие урановых снарядов на окружающую среду с Хиросимой. Автор отметил дефиксированный им резкий рост онкологических заболеваний, вызванных, по его утверждению, сильным мутагенными воздействиями. Мало того, серьезные проблемы со здоровьем возникли у людей, применявших это оружие. У летчиков, танковых экипажей Абрамс и стрелков ПМП Брэдли, надышавшихся смертельным аэрозолем. Они стали заболевать психическими расстройствами и онкологией, и среди ветеранов буря в пустыне, имеющих дело с обедненным ураном, отмечен самый высокий уровень смертности. Обедненный уран – это ядерный материал второй категории, для которого предусмотрены лишь особые правила транспортировки и хранения. Кроме того, снаряд с урановым сердечником – это оружие относительно новое, для которого он не успел рассмотреть запрет или же ограничить его применение. И таким образом, военные ради увеличения боевой эффективности своей техники жертвуют здоровьем людей, которые проживают или же будут проживать на местах активных боевых действий. И особенно удобно применять такие снаряды, когда речь идет о очень далеких странах. И надеюсь, после моего видео вам стало понятно, что такое снаряды из обедненного урана и чем они опасны. Если это так, то подписывайтесь на канал. А также я рекомендую заглянуть и на мой второй канал «Даша Моделс», где я строю модели военной и гражданской техники. Если вы хотите поддержать мою деятельность, то загляните на мою страничку на Boosty. До новых встреч. Пока-пока.